здравствуйте вы смотрите бардачок и с вами снова я александр трепетин да сам удивляюсь этому факту потому что в принципе не собирался до победы выпускать новые сюжеты о дорогах Харькова приключениях на них но жизнь заставила не в том плане что просто пришла и палкой по голове ударила слава богу нет обошлось просто изменения происходят на харьковских дорогах несмотря на все происходящее вокруг на всю эту войну дурацкую на все что в общем-то портит нервы харьковчанам и не только в общем-то изменения происходят и поэтому нужно как-то людям об этом рассказывать тем более что людей в городе слава богу становится все больше транспорта все больше город живет город развивается опять же вопреки пессимистическим прогнозам и я наверное тоже должен как-то принимать в этом участие плюс еще опять же да google google действительно заставил говорит ну как же у вас на аккаунте давно не было видео мы вас отключим нафиг от всего будете мучиться страдать и я решил в общем-то и google это уже удовлетворить поэтому дальше вашему вниманию сюжет о новых знаках пересечении гимназической набережной и улице вернадского самое известное в городе клумба здесь в очередной раз случилось изменение появились новые знаки правда мало кто на них обращает внимание но это до поры до времени как только полиция устроит тут водителям профилактику органов зрения новшество увидят все уверен впрочем с упомянутой профилактикой может случиться проблемка но об этом чуть позже вначале о самих знаках и так при въезде на круг со всех сторон появились знаки 516 направления движения по полосам и теперь проезд круга изменился вернее поменялась рядность при выезде на круг и порядок съезда с круга согласно знаком при въезде на кольцо по набережной и от подольского переулка с моста теперь только по две полосы разметка утверждает что три но знаки главнее разметки потому водители в данном случае обязаны руководствоваться знаками пока выходит хреновастенько ладно с количеством полос это еще терпимо вот с чем предвижу проблему и соответственно повод для полиции устроить профилактику слабовидящим так это с направлением движения по полосам теперь с левой полосы не получится повернуть направо на первом пересечении вернее получится то может и получится но будет считаться нарушением особенно обидно это выезжающим на круг по набережной со стороны цирка здесь довольно много желающих именно так поворачивать направо и до появления знаков подобный маневр был в рамках пдд а теперь увы такой поворот со второго ряда знаку противоречит и можно лишиться 340 гривен что интересно для встречных выезжающих на круг по набережной со стороны улицы руставели поворот направо с двух рядов совершенно не характерен ибо дальше на мосту не так-то много места далее и для этих и для встречных теперь одинаково запрещено поворачивать налево с набережной на мост либо в сторону метро гагарина двигаясь по правой полосе напомню что при отсутствии знаков с кругом можно съезжать с любого ряда пропустив тех кто правее но только пропускали не все и дтп при съезде с кольца случались чаще чем хотелось бы видимо с помощью новых знаков авторы изменений подобные опасные ситуации решили исключить огорчу не вышло немного не додумали чуток не доделали хотели как лучше вышло как всегда при выезде на круг с набережной на первом пересечении нельзя направо из левого ряда кей траектории не пересекаются на втором пересечении уже по правому ряду нельзя дальше по кольцу ехать опять окей траектории не пересекаются а третье пересечение на мост так тут же справа уже никого с левой съезжай смело никого а эти откуда да с другого выезда на круг. Им же дальше по кольцу по правой полосе можно. Вот и аварийная ситуация нарисовалась. И еще одна несуразность. При выезде на кольцо по Вернадского теперь слева ряда нельзя перекресток проехать в направлении Подольского переулка, на мост. Причина ограничения выше, чтобы не пересекались траектории при съезде с круга. Но ведь по этому крайнему левому ряду можно ехать и съезжать на мост при движении от цирка. То есть для таких пересечения траектории не опасно. Бред получается. Ну и чтобы завершить список моих придирок, отмечу, что знак 5.16 установленный по набережной при движении от цирка крайне непросто заметить. Особенно если едешь в левом ряду, а правее тебя что-то типа автобуса или грузовика. Его бы на растяжке над дорогой повесить. Гораздо лучше было бы видно. Ну вот собственно на сегодня, пожалуй, и все. Что будет дальше? Дальше, честно признаюсь, не знаю. Дальше все будет зависеть от того, что будет происходить в городе, что будет происходить в нашей и в моей, в частности, жизни. В общем-то, все зависит от того, как быстро мы эту русню распидорасим. Ну а пока прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Уверен, увидимся. Ни гвоздя вам, ни жезла. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...